привет друзья всем на канале сельчанка в америке сегодня у нас среда 28 число сегодня день рождения моего брата который разбился на мотоцикле только что позвонил отец сказал что на пол 5 собираемся там на кладбище а потом там домой посидим за столом вспомним говорю каждый день вспоминаю забывать не получается а сейчас я хочу вот та гора песка тут у нас просто как говорится мерва грязь и я уже завозил кто-то пишет надо завести завозил друзья завозил целый дворик песком и она все равно я знаю у нас всегда когда-то и в луганской как мы же как мы жили там тоже постоянно что ты там не делай она все равно будет и вот вот видите даже свидетельство эти камушки это все 100 с той горы вот эти камушки тут их раньше не было этаж было поле ну и короче сейчас я хоть несколько тачек завезу раструшу его тут а чтоб чистить это уже она тоже чуть-чуть высохла а так тут просто тут очень ямка было все куры выгребает из-под прицепчика все выгребают . есть счастья вид нос подвезу и бассейн хоть надо спустить но я хотел спустить его вот подошел вот же это а тут стоит как типа как золотника то есть значит надо какая-то такая штучка сюда вкручивать чтобы спускать его вопроса ты когда нажимаешь вот видите а так и значит оно должно что-то вкручиваться чтобы она прижимала туда его надо поискать может она где-то там и было вот размеры бассейна это все фитах нас получается если в метрах 6 метров 71 сантиметр на 3 метра 66 сантиметров и глубина 1 метр 22 метра сантиметра а так если 22 фита на 12 и на 48 инчий глубина мне кажется так в общем надо что-то поискать потому что она должна так автомобиль ждет поехали хочу показать вам еще это кухня куриная смотрите какие зубы смотрите какие зубы у рыбы я думал какая-то собака голова это старый как их называет вау представьте ничего себе зубы но это реально зубы это же не как у щучки это у нас какая голова видали какой монстр вот это да как это называется по нашей здесь салман а там подкрутиться в голове в общем крутится в голове пишите под видео как это ребята называется я всегда путаю они это старая рыба такая то есть и я хочу сказать вам что американцы здесь вот наши а лосось мне кажется это лосось может ошибаюсь в общем американцы когда мы приехали я увидел что они не едят кару карп рыбу зеркально не зеркально неважно они его просто даже и не ловят может на могут наверно ради интереса так поймал и выпустил и их тут очень много может я уже рассказывал когда-то историю когда мы приехали дедушка к нам один подошел вот этого блогера нашего друга с норд колорайны и леса савского райны он живет савского ранее мишаня в штатах так это его отец мы когда приехали он а он очень рыбак очень любит рыбу ловить и между прочим наташин отец тоже очень это рыбаки но он говорит подошли пришел к нам и говорит вы рыбу любите ну а мы только в квартиру сели конечно любим а какую любите маленькую или большую ну но естественно но жили мы в украине ну где-то нам большую там поймаешь но и мы я же не профессиональный рыбак было там сетка ставили там сети в озере ну чем больше тем же лучше правильно говорю конечно конечно большую любим пошли короче подводит я иду с ним в багажник он открывает в черных мешках таких мусорных американских такие мешки черные смотрю карпы в я просто обрадовался я такой был рады но очень они такие здоровые были наполовину меня наверное просто реально такие здоровые карпы и в общем мы его и жарили и варили и в общем как хочешь мы ели их настолько так наелись но он через два-три дня и опять звонит рыбка рыбка надо рыбка надо в общем и один раз я поехал туда на речку там где он ловил она их наверно лимита даже нету то есть можешь их ловить сколько хочешь он их ловил на такие подушечки как типа сериала знаете как у то с молоком растворяют детям она там варенье в середине или там такие подушечки вот это на эти подушечки он ловил карпу короче я пришел приехал говорю где ну пошли и он достает из воды она уже на таком шнурку привязана где-то штук наверно не знаю штук 6 в общем я их еле по траве тянул да до машины я еле тянул их он бы их не затянул бы я тянул их затянул я еле их по траве к машине и там даже были приезжие люди китайцы или корейцы ну в общем такие азиаты какие-то туристы я думаю так они просто вот прибежали и на на фотографировали настолько они были большие и закончилось тем что друзья вы представляете столько было этой тогда рыбы что я уже я уже убегал от него он увидит меня и ну что он любит рыбачить он хочет рыбачить это как хобби как увлечение а рыбу выкидать же не как бы не охота и она некрасиво в общем то куда-нибудь то я уже говорю я уже избегал уже так он нас накормил рыбой на всю жизнь карпами такие тут карпы здоровые да это тоже это салман наверное ли лосось тоже это уже старые они заходят метает икру оставляет икру и они уже все они уже умирают они уже уходят они уже и мясо их не такое она ну как бы то есть они свою миссию сделали и все так что такие гиганты динозавры все не буду отвлекаться бегу сейчас выступлю занесу и курам это и бегу делать новый пол на улице с песка какой кусок моя рука и какой кусок куры очень любят вот сырую не едят а так обваришь и все все поехали а 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 и а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, четвертая тачка Она глубокая и очень тяжелая Я вот смотрю всегда на эту кучу Большая куча И вот Может кто-то подумал То, что думаю и я Может это кому-то будет Смешно Звучать Но, друзья Мне кажется Мне кажется, что Кто-то вылез из будки И летит прям ко мне Вандачка Девочка наша Это ты сама? Почему? Вандуська А? Королевка Вау Короче Меня не оставляет мысль Не покидает она меня Что здесь может быть золото Но не верю я Что его здесь нет Но это же Ну вот Но это же Пища Это Это же Морские камушки Правильно? Смотрите Они все здесь Это Это не с карьера Где взрывают Это все То есть Оно под водой было Ну вот Все Вот камни Смотрите Это же не с карьера Правильно? Все камушки такие Удивительные Морские камушки Короче Вот я думаю Неужели в этом песке Нету И грамма золота Вот как проверить Друзья Пишите Вот что вы думаете Серьезно Может кто-то Даже когда-то Занимался Или Или Имеет Ну как бы Мышление Такое Кто там В речках же Когда-то мыли Правильно? Вымывали его Вот мне интересно Попробовать Миноискателям Здесь Металлодетектором Ты Оно Ничего тут не даст Я думаю Траву ест Но мне кажется Что оттуда Что-то должно быть И это Не знаю Откуда Это вся земля Я сюда притянул Привез А это все То что Дождь вымывает Смотрите Сколько здесь Камни Дождь идет Песок смывается А камни Остаются Остаются Видали А что вы думаете Разве не может быть Кто там Если здесь Когда-то Кто-то там Погрузчики Работали Грузили Это все Вывозили Куда-то там Или где-то Что-то Копали Я думаю Это Из домов Этих Которые Здесь построены Котлованы Когда копали Кто-то там Искал Смотрел Где-то там Оно же Может быть Маленькое Ну в общем Что-то у меня Такое предчувствие Как будто Всегда иду Как будто Оно прям С горе На меня смотрит Даже не прям С горе А прям Целая гора На меня смотрит И хотит Что-то сказать Что здесь Золото Куча Ну это же Речковой Речковой песок В общем Вот такие дела Так Четвертая тачка Везу Раскидаю И буду Ждать Ждать Наташу Поедем На день рождения На Поминальное Собрание Такое Да Да Вандуська Ты хитрая Как ты вылезла Девочка Ты красавица Наша Хорошо Хитрая Поехали Тяжелая работа Хочу рассказать Историю Одну Мы когда приехали В Америку И сразу Наверное В следующий день Или через два дня Не помню В общем Быстро Меня взяли На работу Подработать И первая моя работа Была Я возил Бетон Тачкой С одним колесом Приблизительно Такой емкости И миксер Не доставал И надо было Возить Бетон В опалубку Фундамент Заливался Так вот Я бегал с ней С этой тачкой И Потом Хозяин Хозяин Этого Этой Компании Куда он меня взял Этот хозяин Как бы Подработать На первое время Потому что Мы приехали По паролю Все платное Туда-сюда Он мне заплатил Друзья Так само Как и всем рабочим Которые уже там Года Работали Работали Там Не знаю Сколько лет Ну много лет Больше 10 Наверное Работали Там И жили в Америке Здесь И им так не понравилось Они узнали Как-то Что-то там Меня спрашивали А сколько он тебе заплатил Говорю Столько-столько Он дал Наверное По 20 По 20 долларов Или по 22 доллара Что-то я не помню В общем-то То им не понравилось И потом Еще мне даже Один высказывал Видишь Когда у меня не было работы Я пришел Говорю Возьмите на работу Уже прошло время Там проблемы у нас были Карточка на работу Кончилась И надо было Как-то жить Существовать И я пошел И я пошел к ним опять Говорю Возьмите на любую То есть Что-нибудь буду делать А он говорит мне Видишь Тебе тогда сколько он заплатил Вспоминает мне Уже прошло время Год Говорю Столько-столько дал Чека выписал Чека выписал Себе Что тот самый начальник Который платит ему Деньги Взял кого-то Там кто Кто только-только Пришел на работу И ему надо Какая-то помощь Он заплатил Это тот Хозяин так решил То есть Я его даже не просил Он сам так решил И заплатил мне столько Вот такой случай У меня был в жизни Так что Не надо бояться работы Надо браться И работать Вперед Итак, друзья Вот смотрите Что получилось Вот такая картина Получилась Ну На первое время Оно так Хватит Уже грязи не будет Но все равно Если дождь идут И идут И идут Она все равно Стоит слякать Потому что песок Что он Это если такое Что-то Что впитывает Даже не знаю Опилки может В общем вот так А еще знаете Что Споры Споры Я все Смотрю Вот у нас Малина Я даже не знаю Что это за сорт Потому что Никогда В моей жизни Это первая малина Лично Наша Как ее обрезать Как Как-то называют Но Кто-то говорит Надо обрезать 10 сантиметров От земли На зиму Всю Чтобы было Кто-то говорит Не надо Потому что Только Аж под зиму Будет она Вот сколько Завязей Видите Она есть Она есть Но Много ее Да Но она Удивительно Как-то Растет Я не знаю У нас Всегда Там дома Было И в Луганской Области У нас Была Малина Батя Занимался У нас Там все Было Садок И персики Росли И черешни И орехи Вот эти Грецкие Или как Это Называют Все Было Клубника Все Там Когда-то В то время Капитально Было Жить 80-е Года Супер Заводы Фабрики Колхозы Совхозы Все Работало Люди Эмигрировали В те Края Чтобы Начать Жить Заново Вот смотрите Клубника Это же тоже Надо обрезать Вот эту Смородину Черную Листья Просили Нас Но Надо было Листья Весной Срывать Говорят Сейчас Уже Все Да Родит Родит Клубничка Смотрите И еще Цветет Это уже Вот эти Патлаты Динозавры Которые Тут Бегают Вот Вот смотрите Сколько Клубнички И И холодно На улице А она Себе Как Как и не чувствует Зелененькая Красивая Видите Вот это Клубника Она Родит Просто Если бы Наверное На Флориде Жил То там Она Круглый год Всегда Была Вот это Сорт Обалденный Обалденный Клубничка И завязи Есть 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 И я Всегда Обрываю Их И Если кто-то Приедет Говорю Идите Попробуйте Классно Клубничка В общем Вот так Такие дела Друзья Дело Сделал Все Сейчас Буду Ждать Мою вторую Половинку И мы Поедем На Кладбище Всем пока Друзья Пишите Я там Вам Вопросы И за Грибы И За Золото Тоже Хорошая Тема А вдруг Кто Его Знает Так что Пишите В комментариях И за Рыбу Я там Задавал Тоже Клыки Такие Да Вау В общем Всем пока Друзья До Встречи